Все эти народные распевы, все всяческие частушки, страдания, прочее, во всем разнообразии. Второй источник это городская культура, народная. Это городской романс, это плотная песня, именно всего другого, то, что именно родилось в городе. И вот это третье, что маячит за них спинами, как бы, это площадной театр. Для Луфрова это особо такое, как бы, важное, в его песнях очень, как бы, присутствует сейчас. Вот эта вот массовость, какая-то, вот эта вот балаганность. Средневековые вот эти все маскарады, русские скомарохи, все это его очень-очень привлекало. Все это он, опять-таки, впихивает в свой театр. Театр получается такой разбухшим. Вот такая песня, которая отражает его вот эти вот, какие-то вот феерические настроения. Она навеяна, конечно, грином. Она так и называется фанданго по названию одного из гриновских рассказов. Фанданго это, это такой спанско-цыганский танец. Портург. 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 Ну, что? Взюмбага. Кур-фург. Да. Ну, там, там, тузовские присутствуют такие настроения фанданго. И вот по самой песне можно увидеть вот это вот, как бы вот, когда он везет в своем творчестве, он уже представляет себе театр. Он уже, и они, как бы, песни созданы для какого-то будущего воплощения. Хотя они могут и так спокойно прожить, без воплощения. На самом деле, они самодостаточны. С фанданго. Я не смог бы объяснить никому и никогда, почему мне иногда набегает на глаза горьковатая слеза. И... Ночью снится мне просто, и раскинутый шатер, и прекрасный белый пол, без навады как огонь. И... На дырки ночных костров, И прилетающих на зов, Женщин, пляжущих в ночи, И с гитарами мужчин, Как на концовщицах дырак Феерия их одежда В смуглых бешеных ногах Бьются кони ветра Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Не смог бы объяснить никому и никогда, Почему мне не ванга, Набегает на глаза крикатая слеза. Буря, тебе под правую ногу поставить? Высоко нет? Или тебе пойдет стой на картональность? Не высоковато? Смотри! Это все тоже в театре нашло воплощение. На мой взгляд, можно было бы без этого театра обойтись, потому что театры милуферские — это материальное воплощение того, что уже было, причем не всегда это улучшало. Огромное массовое. Его театр представлял из себя что? Это, прежде всего, огромная студия, куда были приглашены толпы народу, все туда повалили, интересно. Я тоже туда прибежал. И он там строил целую серию различных школ. Там была школа вокала, школа гитары, школа актерского мастерства, сцен речь, сцен движение, каргалорки эти отрабатывали. Фольклор отдельно был. Еще там что-то было, я сейчас уже не помню. Много-много всего глобального. Он приглашал профессиональных преподавателей. Ну, как бы, а в итоге, в общем, ничего такого особенного. На мой взгляд, он ничего не сделал такого нового. Поэтому я вот и говорю, что его театр весь умещается в его собственных песнях. на мой взгляд. Фольклор. Одна тоже из его очень таких, как бы, вот, чем он вредил. Она тоже в театре, все тоже запихнула. Вот одна из его таких. Она вроде шуточная, но вроде бы и отражает его любовь к фольклору. Все это фольклорные песни, даже не песни, а такой, из трех маленьких песен, с небольшими комментариями. Значит, песня таким образом родилась. Он когда-то в молодости работал расклещиком афиш и увидел странную картинку на афише. Теревушка русская, покосившиеся домики. И огромная курица ходит по дороге. Ну, подумал, ничего себе курочка. Какие же свиньи в этой... живут в этой деревне. И вот, значит, воображение заработало, и вот получилась такая... Первая, значит, изговор цитика, первая песня, песенка-скороговорка... Скороговорка тоже... очень милые такие... тоже народные какие-то... такие... моменты. А... песенка-скороговорка о Борове. по-о-о-о-о... Убежал за хребоборов, у него свирепый нор... Нор-ов-норов, нор-ов-норов, нор-ов, но страшен, но безобразен, глазок наверх вожел, не укрязен. Здоров, 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 здоров. Он бежал, Боруфу кому выдумывается? Ну так мы соблюдимся какие-то товары? Боруфу 농도 по заборам тр Edward sand Боруф не тяже прячь этого боров вытаскивают, волокут в лес, разводят огромный костер, устраивают такое пиршество, жарят его на костре, там же стоит огромный зеленый кувшин с вином, кувшин волшебный, сколько не пей вина, но не кончается. Водят хоровод вокруг всего этого застолья и радостно поет такую хороводную песню. Глянь, мы пили вроде много из кувшина зеленого, глянь, на кувшин зеленый, полон для ребятов полон, а на древо декорое у верхушечки сухое ворон. Рождец летает, ворон для ребятов ворон, а мы дерево повалим, клепку ворона посадим, выщеплю тебе ворон, не резать твоих палатки, и я предополню чашек, и вокруг кувшина спрячет, но он для кувшин зеленый, клонится он блюдо и сладкий. А кувшин вы не будите, с нами рядом положите дудочку и листиную, дудочку, ребята, дудку, и полудки готовы, и мать-мачеку с крапивой, я бы нищу не могу, эх, одну хоть не забуду. Эх, вот и мы пили мы снова из кувшина зеленого, глянь, на кувшин зеленый, полон для ребятов полон, Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай И падает в броню. Представьте себе весь ужас, когда этот боров появляется в оплоти, набитый опинками в красном пальто, спускается по веревочке. Вот такой театр. Ну не знаю, мне смешно, я не знаю, может я не прав, но мне кажется странным, такое вальное воплощение поэтических образов. Но песня-то хорошая. Так песня-то да, а вот, ну, да. Ну, короче говоря, мне это не очень все понравилось. Во-первых, это вот бестолковое движение народа, там текучка страшная, приходили, любопытные ходили. Интересно, конечно, самая идея была интересная, но я понял, что она не будет работать. Вот это вот, он хотел опять необъятно, хотел все смешать, что-то грандиозное, чтобы получилось было. Ну, короче говоря, меня это не вдохновило, я перешел к Киннеру окончательно. В театр Киннера. У Киннера совсем другой был подход. У него, во-первых, очень мало было народу, постоянная команда, у них человек 10. И у него, кстати, была жесткая диктатура. Он не терпел никаких, у него демократия никакой. Он воплощал свои вот эти идеи. Он профессиональный актер, Алис Киннер. И режиссер, в общем, тоже, может быть, не профессиональный, но в нем есть и режиссерская жилка, безусловно. Потому что он это все понимает. Сцены, вообще все. И он в какие-то свои идеи пытался воплотить именно в театр песни. И вот помню понятие театра песни уже гораздо более конкретное. Своё понимание этого. Для него театр песни – это песня, которая в театре играет роль непосредственно наравне с персонажами. То есть это не просто музыкальная пауза между какими-то сценами. Нет. Песня сама и является частью театра. Песня – это и реплика. Это и мастер-стэри-мастер. И все остальное. Это все. Он песней ткет всю картину, всю пьесу. Мы сделали вам вещей очень немного, к сожалению. Ну, так как получилось у нас. Любительский театр. Но одну вещь я попытаюсь вам немножко показать, если это возможно. Я не знаю, насколько это возможно. Там участвовал 10 человек. Эта вещь называется «Звалость». Бал. Кинер сам придумал сценарий. Сценарий необычайно прост. Миновеен, конечно, Абуджавой, его путешественник, дилетантов. Вообще, Кинер пытается засохнуть песню о себе самому. Это проблема автора, творчества. Значит, все песнями. Весь спектакль выстроен песнями. Кроме песен нет ничего. Нет никаких объяснений, никаких дополнительных чего-то. Только песня сама все за себя говорит. Значит, начинается спектакль так. Кинер, значит, автор, главный герой, сидит за фортепиано и сочиняет роман. Исторический. Это становится понятно из-за того, что он поет. А он поет вот такую песню. Всем известно. Значит, все построено на песнях Абуджавы. И там вставлена буквально пара песен самого Кинера. Взглядом идет на стекла. Из-под импортного пива Роза красная стула. Борда и нетороплива Исторический роман Сочинял я понемногу, Пробираясь сквозь туман. От пролога к ряду Каждый пишет, что не слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, Не стараясь ухватеть. А природа захотела. Отчего? Не наше дело. Для чего? Не нам судить. Значит, в роман у него мозг будет зреять. Вот он все песни поет. И выходим мы его герои. Мальчики, девочки. Мальчики в черных брюках, в белых рубашках. И держат такие деревянные, На деревянных палочках, Такие вырезанные из картона, Кивера. Гусарские. Это они гусары. Девочки в платицах. И начинается раздача ролей. Такую броводную мелодию. Мелодию. Он бросает бумажки кучу. Мы их подбираем, читаем. Это как бы в нашей роли. Читаем, поем, читаем, читаем. Начинается роман. Завязка такая. И Он понимает, что нужно Он не может творить без любви. Ему нужна женщина. Нужна любовь. Вот он как бы ее призывает. Мы встаем. Его герои, как бы мы у него устали. И мы воплощаем ее просьбу. Вернее, Мы поем такую Стоссем известную песню. Охуджаву, я не буду спеть. Просто я так Какими-то маленькими Культфиром попробую Всю фьесу показать. Вот это такие Поем. Посмотрим. Мне надо на кого-нибудь молиться Подумайте Простому муравью Трон захотел Ноженьки молиться Поверить, Чего он им спорю Ну тогда Пару клефтам поем И, в общем, вот И приходит эта женщина Появляется Он ее Принимает Приглашает Все, она приходит в его дом И идет роман Значит Мы делаем Мы там ничего Мы там не танцуем А делаем вид, как бы, что танцуем Идет такая Как бы Такая Ритм минуэта И мы, как бы, делаем такие движения Как в минуэте Но мы, как бы, на самом деле не танцуем Вот этими кинерами Поднимаем Опускаем Ну, в общем И имитация какого-то танца То есть Это идет Роман называет Там какие-то дела Там бал Еще что-то Да, я забыл сказать Сквозь всю эту пьесу Проходит песня Бал Песня самого Киннера Она кусочками Идет Тоже Пультирует Рефрем Что гадать Да мало ли Мы с тобой Мы мало вне света Блеск паркета Нас манит За такты бережно Нас несет Повережь ли этот Первый турбал Бал Закружил взорвать Бал Ослепил Израиль Идет Раз Каким лично Жаль, что делать Нечего следом Генерал Губернатор Ищет Попробовать Нас с тобой Не трогают Беды Нам ведет Бал Закружил взорвать Бал Бал Ослепил Израиль Раз Бремя Бешкучие И усы Колючие Общие Чуде Беды Чуде Безумные Суды Нас ударят Нам пара Недаром Нам ночи Закружил взорвать Бал Закружил взорвать Бал Ослепил Израиль Раз Потом Красавица Эскадрон Отправится Сдрогнет Мостовая Засконет Мостовая Засконет Бал Бал Ослепил Израиль Закружил Закружил Показывает Дальше Во время Танца Высникает Главная Героиня Романа Она отличается От других Девушек В таком Плаке Розовом И видно, что это Главная Героиня Он в нее Влюбляется Свою героиню Получается Как бы На два фронта Работает Ну как бы Он с ней Танцует Он к ней Подходит Он хочет Не приблизиться А реальная Женщина Которая К нему Пришла Ей не нравится Что он С Романом Занят И она В самый момент Когда он Буквально Хочет взять ручку Своей дамы Она Крышка Рояльных хлопает Бум И эта дама Проходит не у него И уходит за кулисы То есть она Он разрушил Вернее Она разрушила Вот Его Творчество Что такое Он Страшно Зол И он ее Прогоняет Прогоняет Он ее такой Песней Песней Которую вы все прекрасно знаете Но я спою все-таки Песню как она нормально звучит Еще раз В чем смысл театра Песни Киллера Значит он поет Он использует песни Ничего в них не меняя Ни музыки Ни слов Он меняет Характер 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 Вот Вы знаете Песня это особенно хорошо видно Значит Как она Я просто на всех случая Как она нормально поется Тьмой здесь все Зновешено И тишина Как на дне Ваше величество Женщина Как вы решились ко мне Что ж на пороге стоять Кто вы такой Откуда вы Ах я смешно Ах я смешно Человек Просто Женщина Как вы решились ко мне Тусклое здесь электричество С крыши сочится вода Женщина Ваше величество Ваше величество Как вы решились Суда О Ваш приход Как пожарище Дымно И трудно Дышать Ну Проходите Пожалуйста Что ж На пороге Стоять Ваше величество Вы Откуда Вы Как Я смешной Человек Просто Вы дверь Перепутали Олиц Город И век Ох я тебя тогда не полюбил бы Лет пятнадцатого назад, когда ты ее спьем в поезде Вот он прогоняет ее Она уходит Она уходит И она поет такую песню На стихи Анны Ахматова Я боюсь ее сейчас не совсем правильно спеть Я забыл ее Но примерно Пошу прощения Я пью За разоренный дом За злую жизнь мою За одиночество вдвоем И за тебя я пью За боль меня предавших глаз За мертвый холод глаз За мертвый холод глаз За то, что мир жесток и груб За то, что Бог не спас Я пью За разоренный дом За злую жизнь мою За одиночество вдвоем И за тебя я пью За боль меня предавших губ За мертвый холод глаз За то, что мир жесток и груб За то, что Бог не спас И она уходит И он после этого, конечно, в полном шоке Я не знаю, что Он потерянный совершенно Он выходит на середину сцены И вот так вот стоит Тишина Там подавлен горем Роман, естественно, замораживается Персонажи его Застываем Застываем в таких позах Товтополь 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 Вот так мы стоим Все Роман не идет Такое творчество Вот он так стоит Стоит в ступоре И тут Мы Сами Уже без его воли Оживаем Переглядываемся Так Выходим На сцену Окружаем его С двух сторон И Это как бы Сам Уже Сам Роман Он уже живет своей жизнью Он уже Просто так Его уже нельзя отделаться Как бы герои Они Пытаются Вытащить Из Ступора Автора Вот мы его обходим Вот он здесь стоит Значит, вот так Огружаем И поем ему Такую песню Стараясь вызвать его Из этого положения Вытащить его Из этого состояния Переглядываем Попробуем Забудешь Первый праздник И Путь Утрату А злая До свидания Что Что Есть Ее Ее Руки Что Жар Ее Бери Давай Брат Подрешите Давай Брат Воспалим А Как А Горь Как Найдет Найдет В себе Другого Какого Никакого Как ты Недорогого А дальняя дорога Она Тебе Судьбой Как Матушкино Слезы И Всегда Тебе Да Тебе Слезы